Сегодня стартует государственная итоговая аттестация в девятых классах. В понедельник, 29 числа, стартует итоговая государственная аттестация в одиннадцатых классах. Нужно сказать, что в этом году количество участников и девятиклассников, и одиннадцатиклассников фактически одно и то же. Там есть небольшой процент прироста, но он абсолютно небольшой. Более пяти с половиной тысяч человек девятиклассников в этом году сдают государственную итоговую аттестацию. И более одиннадцати тысяч одиннадцатиклассников. Наверное, мы неоднократно говорили о тенденциях, которые характерны и для девятого, и для десятого класса. Итоговая аттестация в девятом классе закончится 29 июня, пройдет основной период, пройдут резервные дни. В принципе, правила и технологии в этом году одни и те же для девятиклассников. Нужно сказать, что, конечно же, главное, наверное, новшество для девятых классов – это то, что будут учитываться результаты по всем четырем предметам, как обязательным математике и русскому, так и необязательным, которые выбрали обучающиеся девятых классов. Поэтому, конечно, это основное новшество, и мы к этому готовили весь год и наших коллег-педагогов, и в первую очередь обучающихся. И надеемся, что все это хорошо усвоили и к выбору предметов относятся, отнеслись достаточно грамотно, чтобы понимать, что эти предметы по выбору. А по выбору предлагается 11 предметов в девятом классе. Они будут действительно выбраны те, чтобы далее поступать или в профессиональное среднее образование, или поступать в 10 класс по профильным предметам. То есть выбирать профили, будем говорить так. Нужно обратить внимание, что в 11 классе у нас начинается все тоже с небольшого... В этом году в 11 классе два дня сдаются иностранные языки, в 9 классе тоже два дня сдаются иностранные языки. Это решение было принято на государственной экзаменационной комиссии в регионе. То есть говорение и письменный экзамен предлагают создавать в два дня. В общем-то, что позволяет, почему было принято в целом такое решение, так как это позволяет, во-первых, не нагружать детей в течение одного дня, так как количество пунктов значительно меньше при сдаче иностранных языков, и образуется определенная очередь. Это ведет к усталости детей и к другим моментам, которые отрицательно влияют на результаты. Поэтому мы, конечно, и члены экзаменационной комиссии обратили на это внимание, и ребятам дается право такое. И плюс информатика тоже сдается в два дня для того, чтобы... Вернее, не в два дня, а предлагается два дня для сдачи информатики, для того, чтобы при возможности попасть по выбору в большее количество предметов. То есть вот эти нюансы тоже в этом году, наверное, самые новые. Хотелось бы обратить внимание на те моменты, что работает горячая линия. Всегда есть очень много вопросов от родителей и от обучающихся. Я хотела бы и вас, уважаемые журналисты, попросить еще раз обратить внимание родителей на то, что горячая линия в департаменте образования, в центре информатизации. Есть онлайн-режим для того, чтобы задать вопросы. И уважаемые родители, уважаемые выпускники и девятых, и одиннадцатых классов, педагоги, может быть, у вас возникают вопросы. Вопросы по ходу реализации самой технологии единого государственного экзамена. Эти все вопросы, если они есть, нужно задавать. Не допускать ситуации, когда их уже нельзя будет решить. Поэтому я бы обратила внимание, вот первое, на эти моменты. Второе, я бы обратила внимание на то, что в этом году у нас работает большее количество общественных наблюдателей в девятых классах. Ведется онлайн-изучение ситуации или онлайн-контроль в центре, который работает у нас в Институте развития и образования. И родителям также предлагается в этом году поучаствовать и посмотреть, как обучающиеся регионы действительно объективно сдают единый государственный экзамен. Вот обратить хотелось бы внимание на это и обратить внимание на то, что если возникают нарушения процедуры в процессе сдачи единого государственного экзамена, нужно еще раз оценить ситуацию, и есть возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию на проведение процедуры. Потому что, к сожалению, очень много обращений возникает именно по этой ситуации. «Прошел экзамен, вышли все из пункта проведения экзамена, и вдруг возникают вопросы. Нам помешало то-то, мы не успели то-то, не выдали нам дополнительные бланки или где-то посторонний шум». То есть есть условия, которые могут повлиять на результат именно сдачи в процессе проведения единого государственного экзамена. Поэтому, не выходя из пункта, нужно сразу же написать заявление, обратившись к организаторам, к руководителю пункта в самом пункте проведения экзамена. Весь период работы от конфликтной комиссии, она работает как и по 9 классам, так и по 11 классам. И все вопросы, уже связанные с результатами, также решаются в конфликтной комиссии. После получения результата, если есть сомнения в объективности оценки, в неуверенности в каких-то моментах, также нужно понимать, что нужно обращаться в конфликтную комиссию в определенный период времени. И нужно понимать, что по результатам оценки членами комиссии конфликтной, может быть как повышение балла, может быть как понижение балла, а может быть, в общем-то, ситуация, когда балл остается таким же, каким он был выставлен в результате проверки экспертами и в результате проверки автоматической. Потому что вот такие два вида проверки, я напоминаю, контрольно-измерительных материалов. Это, наверное, еще третий момент, на который я бы хотела обратить внимание. Это, конечно, опять же, телефонные шпаргалки. Сколько мы с вами не общаемся, сколько мы не призываем обучающихся родителей от этого соблазна уйти, нужно просто оставить телефон дома. И, конечно же, все вспомогательные материалы. По правилам проведения, по порядку проведения единого государственного экзамена, перед пунктом проведения экзамена будут оставляться все личные вещи, но есть случаи, когда проносят, когда пытаются воспользоваться. Я еще раз обращаю внимание, ведется онлайн-трансляция. Обучающиеся в аудитории могут сами акцентировать внимание, обратиться к организаторам и указать на участника итоговой аттестации, кто пользуется какими-либо материалами. Эта информация также будет перепроверена благодаря онлайн-трансляции. Поэтому не нужно, наверное, себя подвергать каким-либо другим эмоциональным стрессом. И так сам экзамен – это определенный стресс для любого сдающего. Нужно просто настроиться уже с теми знаниями, которыми каждый подошел к этому испытанию. И уже спокойно, без дополнительных средств, идти и сдавать. Настроившись на результаты, выполняя очень четко все рекомендации, которые будут даваться организаторами. Еще раз напоминаю, при наличии и обнаружении дополнительных средств шпаргалок телефонов, результаты аннулируются, и, конечно же, в этом году не будет шансов для пересдачи. Вы понимаете, как это все, в общем-то, достаточно неприятно. Ну и по пересдаче правила остаются те же самые. При получении неудовлетворительной оценки, будем говорить, результата в девятых классах по двум предметам, можно будет пересдать в резервные дни. И по одному предмету в одиннадцатых классах также можно пересдать в резервные дни. И, кроме того, при нарушениях процедуры, при позитивном решении конфликтной комиссии, также пересдаются, могут быть пересданы результаты и работы. И, кроме того, это решение конфликтной комиссии по итогам. Также, в общем-то, все правила остаются теми же самыми, их можно получить и ознакомиться дополнительно. Они у нас все выложены на сайт. Субтитры создавал DimaTorzok